Добрый день, уважаемые зрители! Меня зовут Анна, рада приветствовать вас на своем канале и по вашим заявкам. В данном видео я сделаю обзор на Dark Mansion Tarot, Таро темного особняка. Самой популярной и многими любимой колоды среди независимых изданий от польского издательства Taroteka Studio. Перед тем, как мы начнем, я хотела бы немножко рассказать и показать будущее колоды издательства. Я думаю, что данная информация для некоторых покажется интересной. Итак, первая колода, примера которой уже состоялась, но высылка начнется вот только в конце января. Это The World of Vision. Вот вы можете сейчас увидеть на экране. Старшие арканы, мазь пентаклей, мечей, жезлов и кубков. Эта колода будет поставляться в четырех версиях. Две стандартные, с черным матовым срезом и матовым покрытием Silk Matte. С золотым срезом, но голянцевой ламинацией. Их цена составляет 59 долларов. Большая версия с золотым матовым срезом и матовым покрытием, цена которой 89 долларов. А также лимитированная версия в деревянной коробке с мешочком, дополнительными картами и сертификатом подлинности, которая насчитывает 700 экземпляров и стоит 139 долларов. Дальше. Еще одна новинка конца 2022 года. Кто смотрел обзор Elemental Wisdom, я там рассказывала о новинках от издательства и упоминала, что будет колода в славянском стиле. И будет она называться, уже известно название, Slavic Legend Tarot, таро славянских легенд. С ручной прорисовкой. Здесь не будет места цифровой графики. Обратите внимание, что шрифт, он как будто старославянский или церковно-славянский. Художница Магдалена Качан, та самая, которая рисовала таро темного особняка. И главной темой этой будущей колоды будут славянские рассказы, легенды и божества. Но я все-таки считаю, что эта колода будет нуждаться в МБК, поскольку Slavic Legend Tarot ждут во всем мире и информации о славянской мифологии будут нуждаться многие. К сожалению, релиз этой колоды был перенесен в связи с пандемией, но, знаете, я в нее так влюблена, что готова ее ждать и, скорее всего, сразу возьму лимитированную версию. И в 2023 году выйдет таро старших арканов. Это необычная колода, которая будет состоять из четырех наборов старших арканов. Каждый набор будет нарисован в разном стиле и разными художниками. Ну что ж, с болталкой мы закругляемся и переходим к нашей красавице. Премьера, которая состоялась в сентябре 2018 года. Колода поставляется в картонной упаковке шкатулки с приятным матовым шелковым покрытием и золотым тиснением. Некоторые говорят, что коробка недолговечная вот из этой склейки, этого соединения двух частей. Но лично я не ощущаю какого-либо дискомфорта, несмотря на то, что эту колоду использую часто. И у меня нет каких-либо нареканий. Коробка плотно открывается и закрывается. Открывая, мы видим внутри название колоды, версия, А также краткая информация о том, что Таратека Студия создавала эту колоду два с половиной года, вкладывая свое сердце и разум, но все-таки лучше звучит «вкладывая свою душу». И они надеются, что мы будем любить так эту колоду, как любят ее они. Дальше. Имя художника Магдалена Качан, а также Кшиштоф Ващук, который отвечает за изготовление и консультацию по основных вопросам. К колоде также прилагаются две дополнительные карты, заглавная и также рекламная карта еще тогда, будущие колоды, то есть это было еще и Elemental Wisdom. Ну а вот это отшельник, уже известно, это отшельник из колоды славянских легенд, которая будет в конце 2022 года. МБК в данном случае не поставляется. Издательство аргументирует это тем, что каждый из нас должен полагаться на свою интуицию и ощущения. Итак, на данный момент существует три версии колоды. Это две стандартных. Четвертое издание это как у меня. Оно с, как вы видите, с легким глянцем. Рубашка из лимитированной и большой версии. Также здесь у нас золотой, вот такой металлический глянцевый срез. Также есть третье издание с рубашкой, которую вы сейчас видите на экране, черным матовым срезом и шелковистым матовым покрытием. Цена стандартной версии 59 долларов. Также есть большая версия, размер которой 14 сантиметров, с такой же рубашкой, как у меня, но уже матовым покрытием и золотым матовым срезом. Я, знаете, я так влюблена вот в эту колоду, что буду заказывать. И она, скорее всего, приедет в январе для коллекции, скажем так, на запас. И когда она приедет, я хочу сделать сравнение этих колод для тех, кто не может определиться, какую версию выбрать. Поскольку у меня была такая же дилемма. Качество картона здесь восхитительное. Хотя по меркам Таратека Студио это картон в стандартной версии, вот в этой версии тонкий. Ну, слушайте, ребята, если серьезно, то я желаю всем колодам масс-маркет иметь такой тонкий картон. Карты плотные, с легким глянцем, как я уже сказала, удобно лежат в руке. Они никуда не убегают во время тасовки. Когда ко мне пришла эта колода, карты были склеены, поскольку у нас срез. Но мне это вовсе не мешало, и разделение этих карт было очень легкое, и прошло без каких-либо повреждений. Срез в данном случае, как я уже сказала, такой глянцевый, но, к сожалению, значительно осыпается и оставляет следы на рабочем месте. Мне кажется, что матовая версия все-таки будет давать ощущение большей плотности картона. Цветопередача, прорисовка и детализация здесь просто восхитительные. Рамка мне очень здесь нравится, хотя я любитель безрамочных карт, но здесь она очень гармонично вписывается в общую атмосферу карт, которые выполнены в стиле творений Тима Бартона. И что интересно, прошло 4 года с момента премьеры колоды. А люди все ее еще и покупают, все еще ищут. Очень часто я вижу в группах торологов по всему миру, кто-то выставляет одну карту или просто рубашку и спрашивает, что это за колода, я хочу ее заказать, я влюбилась, я влюбился в нее, хочу ее и все. Ну что ж, давайте переходить к нашему изобразительному ряду. Итак, поехали! И также я хотела бы дополнить, что колода оракульного типа. Итак, шут. Здесь мы видим, что классический символизм сохранен, но у меня вот этот клоун также ассоциируется с неуклюжестью. Ворон также здесь не несет угрозы, такое впечатление, что он как бы находится в явном шоке от действий шута. Мак. Знаете, здесь нет символа воды. Да, вот мы видим меч, пентакли, жезл. Их у меня есть два варианта. Первое. Или сами вот эти пробирочки являются символом воды, в чем, конечно, я очень сильно сомневаюсь. Или здесь акцент все-таки сделан на ментальности. Мак лишен каких-либо эмоций, чувств и больше сконцентрирован на исследовании, и причем очень детальном. Посмотрите, у него есть очки, у него также есть увеличительное стекло для рассмотрения всех, даже самих маленьких деталей и нюансов. И знаете, я все-таки больше склоняюсь ко второму варианту, что он лишен каких-либо эмоций. Верховная жрица. Очень приятные ощущения вызывает. Императрица. Да, и беременная, и красивая. Ну, вот хочется видеть именно такую, видеть и чувствовать вот такую энергетику от императрицы. Император. Суровый дядька. И аэрофант. Ой, знаете, я не могу вспомнить, но он мне кого-то напоминает какого-то героя с мультика. Вот не могу вспомнить. Вот смотрю на него, и у меня просто кадр с мультфильма. А вот с какого не могу вспомнить. Честное слово. Влюбленные. Тоже очень интересное представление этой карты. У меня в голове три интерпретации. Первое. Что мужчина сделал свой выбор между этими двумя женщинами. Второе. Он изменяет женщине, которая наблюдает вот за ним и за этой блондинкой. И знает об этом, что он изменяет. Это может быть или жена, или невеста. А сам мужчина в новых, скажем так, отношениях на стороне вполне счастлив. И третий вариант. У молодого человека появилась партнерша. И кто-то за ним из-под тишка наблюдает. Например, мама. Особенно, знаете, если она любит контролировать своих детей. Сестра или, например, тайно влюбленная девушка. Тем более в этой ситуации не все так гладко, о чем нам говорят шипы и колючки на лозе, змея и луна. Хотя змея кажется очень вполне такой дружелюбной. Колесница. Очень говорящая карта. Особенно подчеркивает, что никто и ничто колесничего не остановит на его пути. О чем нам также говорит вот этот кот, я надеюсь, которого вы видите. И который тоже, мягко говоря, в шоке. Сила. Отшельник. Слушайте, это была одна из тех карт, в которую я влюбилась, когда увидела эту колоду. Как мы видим здесь, в этой карте, очень чудесного и милого ворона. Хотя он всегда, знаете, ассоциировался с чем-то не всегда хорошим. Но если мы внимательно покопаемся в символизме, то узнаем, что он был символом многих святых отшельников, так как носил для них пищу в места уединения. Также ворон это символ одиночества, а в некоторых культурах ворон это символ мудрости. И знаете, смотря на вот эту птицу, складывается все-таки впечатление, что она очень долго прожила и много чего повидала. Колесо фортуны. Справедливость. Повешенный. Он, знаете, этот аркан вообще не вызывает никаких неприятных чувств. Вот это жаба со странным языком. Мухоморы, мотылёк, летучая мышь. Знаете, они придают какой-то особенности этой карте. И смотря на этот аркан, складывается впечатление, что наш вампирёнок отдыхает со своим большеглазым другом-кожаном. Смерть. Смотря на эту карту, у меня создаётся всё-таки впечатление, что вот этот скелет сидит и думает, ну вот и каждый день одно и то же. Завтра снова нужно идти устраивать людям трансформацию. Знаете, похоже на то, что он просто устал от рутины. Умеренность. Дьявол. Даже скорее дьяволица. Башня. Знаете, я в самом начале говорила, что колода, это колода оракульного типа. И мне вот запомнился один случай, связан с этой картой. В прошлом году я вытянула башню как карту дня. И думала, ну вот у меня или что-то сгорит, или сломается, или буду выносить кому-то мозг, или кто-то мне будет выносить. Поскольку это было перед Новым годом, у меня в голове промелькнуло, что может это быть покупка ёлки. Но поскольку я спешила на работу, я не придала этому никакого значения и подумала, ну, какие-то глупости. Под конец дня мы в семье совершенно неожиданно решили, что всё-таки пойдём покупать ёлку. Купили, принесли домой, поставили, украсили. А я смотрю на неё, а она кривая. И точно так же, как на карте, вот, башня. Звезда. Луна. Знаете, вот этот собакин мне напоминает собаку из мультфильма Франкен Винни. Кто не смотрел, советую. Посмотрите обязательно. Солнце. Суд. Ах, свадьба, 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 пела и плясала. А вот на втором плане архангел с саксофоном, ну, просто, ну, не можно не улыбнуться, смотря на него. Мир. Туз жезлов. Двойка жезлов. Тройка жезлов. Четвёрка жезлов. Пятёрка жезлов. Шестёрка жезлов. Да, здесь уже не один победитель, а два. Может также знать непосредственную саму свадьбу или какой-то пир. Семёрка жезлов. Семёрка жезлов. Посмотрите, как эта карта нам красноречиво говорит о получении какого-либо сообщения. Девятка жезлов. И снова же, как в колоде мудрости элементалей. Человек совсем не побитый и больной, как Уэйти. Он готов отстаивать своё, он готов бороться и защищать. Десятка жезлов. Десятка жезлов. Паш жезлов. Рыцарь жезлов во всей своей красе. Королева жезлов. Смотрите, как здесь красиво прорисованы все мелкие детали. Рыцарь. Рыцарь. Посмотрите на её корону. Всё до мелочайших трозничных бусинок. Король жезлов. Король жезлов. Туз мячей. Двойка мячей. Туз мячей. Туз мячей. На коса это символ женственности и женской силы. Четвёрка мячей. Четвёрка мячей. Шестёрка мячей. Шестёрка мячей. И смотрите. Вот всегда у нас на шестёрке мячей ты не знаешь, чего ждать, что тебя там ждёт в будущем. А здесь такое впечатление, что они совершенно уверены, что там вот в других берегах будет им лучше. И посмотрите, тем более ребёнок улыбается. Семёрка мячей. Восьмёрка мячей. Девятка мячей. Да, сама себе придумала страхи. Девятка мячей. Девятка мячей. Девятка мячей. Королева мячей. Король мячей. Мне очень нравится, как в этой колоде изображены короли и королевы. Особенно королевы. Особенно их украшения. Туз пентаклей. Двойка пентаклей. Тройка пентаклей. Четвёрка 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 пентаклей. десятка пентаклей настоящая счастливая семья и детки и старшие старшие поколения и даже собака паш пентаклей рыцарь пентаклей королева пентаклей ну посмотрите посмотрите на эту королеву как не восхищаться творчеством магдалены это сколько работы это сколько нужно усидчивости чтобы вот это все все эти мелочи прорисовать и не только сделать вот нарисовать а сделать эти картинки действительно душевными действительно знаете некоторые арканы которые как бы мы всегда понимаем как негативный хотя в каждой медали есть свои стороны но и сделай каждый скажем так негативный аркан совершенно не страшным король пентаклей туз чаш знаете у для меня эта карта несет энергию лета и умиротворенности двойка чаш посмотрите всего два два кубка два человека две птички не знаю видно ли вам два червячка восхитительный аркан тройка чаш эта карта также очень четко показывает треугольник четверка чаш пятерка чаш шестерка чаш семерка чаш восьмерка чаш девятка чаш десятка чаш рыцарь кубков да прошу прощения местами поменял бы пашу а это пашу кубков королева кубков красавица король кубка вот почему-то у меня он ассоциируется с посейдоном не знаю почему знаете последним вот всегда так если посмотреть в интернете такую мужчина мускулистый красавец здесь ну простите старый дед но все равно он у меня почему-то ассоциируется с посейдоном и так подводя итоги колода действительно стоит внимания и своих денег некоторые говорят что она темная темная но только названием или скажем так цветовой палитрой может у кого-то она и вызывает такое впечатление и также за свои из-за своего готического стиля стиля тима бартона у меня каждая карта вызывает умиление и улыбку знаете я думаю это большое мастерство это нужно иметь настоящий талант чтобы даже самые неприятные арканы передать так чтобы они вызывали улыбку чтобы они не вызывали какого-либо отторжение или неприязни очень хочу еще матовые большую версию для своей коллекции и она интуитивно понятна для меня в некотором роде она является ресурсной колодой поскольку смотря и держа ее в руках у меня появляется энергия она заставляет меня улыбаться и не выпускать ее из рук а вы напишите пожалуйста свои впечатления касаемо этой колодой как вам работает на ней я благодарю вас за просмотр до новых встреч пока пока